Ну что ж, друзья, мы возвращаемся в Киберспорт-арену. Всем привет, всем здравствуйте. Ага, я понял, что здесь активные болельщики есть. Ну что же, сейчас я думаю, что все смотрят нас, все видят. Команда Hellraisers готова сыграть с командой ESVX, которые сидят сейчас в Москве, в Moscow Cyber Stadium. Они играют оттуда. Это проходит квалификационный раунд ESVX, который решит, кто же поедет на финал во Францию. Ну что ж, давайте поаплодируем. Я думаю, что здесь сейчас решится, кто именно будет играть в финале. Давайте ваши аплодисменты, друзья. Ну что же, начинать пора. Поехали. Ну что ж, друзья, наконец-то мы все вместе здесь собрались на чемпионате. И наконец-то я подтянулся. Небольшая смена комментаторов. Вейс и Таффа, пока Юра и, конечно же, Слайм отдыхают. Прокомментируют ближайшую встречу. Hellraisers против ESVX. В двух словах, наверное, давайте пробежимся о том, что было до этого и какие были результаты. Ну и, в принципе, наверное, кое-что увидел мой коллега Коля. И так он также мне сможет помочь в этом непростом деле. Ну, в принципе, началось все, Коль, с матча Hellraisers против ASUS. Довольно получилась простая игра. Нет, нет, смотри. Я смотрел начало первой карты. Ну, практически всю я смотрел. И ребята из ASUS достаточно бодро начали. То есть счет был 5-5, и вот в тот момент я выходил уже из дома, ехал сюда, собственно, в арену. И пока я доехал, счет уже был 16-5. И на второй карте также все было достаточно просто. Но вот начало было достаточно бодрое. Дальше. Ну, вот, конечно, название меня очень радует. Всегда вот такие веселые. Ну, хорошо. ТБ и Б. Команда против ESVX. Второй матч. Также еще один четвертьфинал, друзья. Там счет был очень боевой. ESVX с трудом победили в этом противостоянии. 16-14, 16-13. Таков был счет. Даст два. Мираж. Очень близкая игра, как говорят англоязычные комментаторы. Close game. И, в принципе, ну, можно сказать, что у ESVX уже так размялись плотно. Они отыграли большое количество раундов первой встречи. Да, ты знаешь, они даже могли устать, поскольку игра действительно была напряженная. Очень много было клатчей. Да и вообще просто, ну, вот по эмоциям было понятно, что там бой не на жизнь, а на смерть. Ребят, ну, на сервере у нас на HLTV, GoTV, уже собираются команды. Пока что по три представителя от каждой есть. Ну, я думаю, вот-вот начнется пистолетные и ножевые раунды. Ну, то, что и происходит в Киеве в киберспорт-арене, конечно же, вы можете наблюдать по ходу трансляции. Ашеры сидят на правой половине сцене, готовятся к матчу, потихонечку разминаются. Какие-то вот то ли проблемы с монитором были по ту сторону интернет-коннекшена, по ту сторону сервера где-то в Москве. Ну, либо, возможно, я ошибаюсь, но вряд ли. Собираются команды, это самое главное, что вот-вот начнется это противостояние. Я сразу вот хочу у тебя, Вейс, спросить, что ты думаешь по поводу этого матча? Насколько это тяжелая игра для HellRaisers, либо ESVX? Потому что на самом-то деле здесь на нашей квалификации может произойти все, что угодно. Честно говоря, я думаю, вообще в той форме, в которой сейчас находится HellRaisers, они не должны мокрого места оставить от своих оппонентов. Но, но, дабы не убивать интригу, скажу следующие слова. Если команда Aero, EXVX, да, начнет брать пистолетные раунды, при этом не отдавать эко и, возможно, цепляться как-то за четвертые раунды, у них появятся шансы. Но если у них не пойдет сразу с пистолетных, я думаю, все будет предельно быстро. Ну, и тут есть сразу же несколько вопросов к команде HellRaisers, потому что, если Ашеры не будут отдавать антиэко-раунды, тогда у них все будет хорошо. Но мы знаем, что в последнее время это конкретная проблема. Хотя, опять же, все мы знаем, насколько Ашеры очень много играют и сильно готовятся после прихода Симпла. Конечно, нужно проделать большую работу. Но тут можно про многие команды сказать. Брасус, Аберзон, например. Тоже у Блейда интересная банда. И, можно сказать, Адрон вот точно так же пришел. Очень хорошо ребята вообще показывают хорошую, сильную игру. Ты знаешь, я смотрел полностью. Я как бы смотрел матчи за спины своей команды Айгейминг, да? Но я, в принципе, понимал вообще, как играют даты. У них достаточно налаженная игра. И мне вообще понравилось, как ребята за столь короткий период времени набрали, можно сказать, такую неплохую форму. Ребят, также читаю ваши комментарии на Отвиче. Понимаем, что мы немножечко не в прямом смысле этого слова эфире работаем. Небольшой дилей. Но это сделано так, чтобы никто на всякий случай там ничего не пропалил. Ну, все вы прекрасно понимаете. Поэтому тоже читаем чат, слушаем вас. Если что не так со звуком, там с картинкой, вы также нам советуете. Ну, а я пока вернусь на сервер, посмотрю, что здесь происходит. В принципе, тут уже вся команда S4X. Ну, и кто-то вот, по-моему, Simple мы видели по картинке, куда-то отходил на какое-то важное дело. Ну, и мы можем потихонечку уже, наверное, да и подглядывать, что здесь у нас на сервере. Ну, и, конечно, дополнительная информация, друзья. Есть очень много всего интересного, помимо самих игр, помимо хорошего такого приза. Это поездка, конечно же, в Париж. В конце ноября начнется этот суперчемпионат. И все мы знаем, что команда Na'Vi получила уже инвайт на этот турнир. Ну, а здесь главная интрига. Конечно же, смогут... Ну, давайте откровенно назвать вещи своими именами. Смогут ли Hellraiser поехать туда и сможет ли их кто-то победить. Например, есть достойные конкуренты, есть команда Блейда, да и не только, я могу сказать. Честно говоря, я вот думаю, бой даст, серьезный бой, сопротивление даст только вот команда Блейда, Cyberzone, да, Team Cyberzone. Ну, посмотрим. Знаешь, я еще, мне кажется, и ESFX свое какое-то последнее слово могут сказать на этом чемпионате. Все-таки это почти Full Double Elimination, то есть мы играем BO3 на каждой стадии практически, поэтому здесь много, может, страшных вещей и нереальных событий произойти. Так, ребят, ну, все на сервере, наверное, уже никуда я выходить не буду. Дополнительную информацию читать про последних матчах, а о SHR мы прекрасно все понимаем и знаем. Также сегодня у нас будут дополнительные трансляции. Кто находится на сайте CSGO StarLadder TV, тот знает, что сегодня с FACE у нас еще около шести карт. Но об этом будем говорить, наверное, попозже, уже после, наверное, сегодняшнего отыгранного дня. Хотя есть такой момент, что параллельно это тоже может происходить. Ну что, поехали, ребят. Давайте посмотрим, что сейчас произойдет у нас в раунде на ножах. Хотя тут кто-то кому-то проверить уже успел. Ну, давайте смотреть, наверное, за моим экраном и наблюдать, что же здесь происходит. У нас уже начинается первый контакт и пока что 1-1 небольшой разменчик. Ну, в принципе, наверное, особо как-то дико комментировать раунд на ножах не стоит. Хотя местами бывают очень интересные вещи, когда один там вытягивает 4 в 5. Ну, все довольно просто. Есть VX, выигрывают ножи. Я думаю, что ни одна команда вот чисто вот как-то специально вот слишком много не тренирует ножей. Это может быть там раз-два. Я думаю, вообще просто ножи никто не тренирует. Это личный скилл каждого из игроков. То есть он тренируется как минимум тем, что ты бегаешь на ДМе, просто играешь в Counter-Strike. Да, да. Представляешь? Нет, ну, в принципе, конечно, какая-то логика, возможно, и в этом есть. Но это на грани космоса. Потому что все-таки сторона многое решает в КСе, и хорошее такое бравое начало, бодрое начало. Плюс моралька всегда помогает командам. Это да. Ну, ты знаешь, я думаю, вот HellRaisers абсолютно не расстроились от того, что они проиграли ножи к knife round, да? Поскольку они на этой карте отлично действуют как в атаке, так и в защите. Ну что же, поехали. Удачи командам, удачи SFX, удачи HellRaisers. Будет очень интересный, я думаю, бой. Вообще, давненько мы вот такое вот не наблюдали что-то, знаешь, масштаба, опять же, когда между собой идет у нас драка, бой, заруба и серьезный Крэйзи Махач. Ты знаешь, ну, к сожалению, на ESVC вообще мало матчей с Крэйзи Махачем, поскольку, ну, весьма разный уровень у команд. Это отдельная история. Ну, самое главное, что на этом чемпионате мы можем комментировать со всей информацией. Посмотрите, Ашер Ангела, как поймали снова на Мираже первого в районе Парыча, получает он очень сильно. Доси дает минус, но пока что классно принимает ESVX Space. Потушил тут очень много Ашеров, Маркелов неплохо воюет в кухне. Ну и, может быть, зацепится за раунд вместе с Симпло. Марик, Симпл, как они играют 2 в 4, разыгрывали ситуацию. Это нечто нереальное. Знаешь, ребята из HellRaisers сыграли действительно классно, но во многом ошибка от ESVX. Их было четверо против двоих, и они по одному начали лезть. То есть они могли отдать, вообще полностью отдать эту кухню, отдать дик, не пуляться, дождаться своих тиммейтов и вместе начать действовать. Зачем вот лезть и стреляться по одному против такой команды, как HellRaisers? Зачем давать шансы? Вообще, на самом-то деле, знаешь, вот эпизодично казалось, что шансов уже у Ашеров практически не было. Там один минус забрали бы либо Марика, либо Симпла, то, наверное, один уже точно не потащил против троих. Ну что же, начало положено. Команда HellRaisers первый раунд за атаку на Мираже всегда приятен. Ну и теперь вот самый главный вопрос, смогут ли парни не проиграть второй раунд после выигранных пистолетов? Ну, ты знаешь, в последнее время HellRaisers добавили вот на анти-эко и начали отдавать такие раунды крайне-крайне редко. Я много смотрю, как бы, много анализирую их игру, и вот в последнее время они действительно над этим работают. Ну, работа есть, но, честно, вот последние два дня комментировал, было очень сложно. Даже там 3 в 5 проигрывались, но, конечно, опять же, другие немножечко были команды. Есть первые два минуса от HellRaisers. Спокойно занимают они B-Plant под джим. Хорошо контролит коннектор Марик, но вот с подвала не ждал, либо с дома выпрыгнул игрок, ну и Брейн, пожалуйста, дает минус. Ну, в принципе, не теряют HellRaisers ни одного девайса. АКМ Марика сейчас заберут. Был утерян только армор, и, в принципе, это ничего страшного. Ну что, пока все спокойно, пока неплохо для HellRaisers. Сейчас ESVX, я думаю, в этот раз все-таки спокойненько сыграют раунд. Должен быть, по идее, полный просто эко, хотя мы видим, что Space что-то взял. Гигл. Поможет ли это команде? Ну, если три хедшота будет, то возможно. Ну, вот мы видим, Space отлетает от Ангела. Вообще от Ангела отлетает 4 игрока команды ESVX. И один аэро просто... Забирает его Маркела, в общем. Изи-эко, хороший буст по экономике для HellRaisers. Пока все хорошо. Так, на секунду попрошу нашего режиссера включить нашу картинку. Хочу кое-что тут в Альтабе проверить. Думаю, что что-то мне не нравится. Хотя у нас начинается первый оружейный раунд. Ладно, меня не переключают. Ну, как хотите. Давайте тогда смотреть за раундом. Ну, смотри, да, то, о чем я говорил. За пистолет на EXVX зацепиться не смогли. И вот это, наверное, второй шанс. То есть, если они отдают этот раунд, я думаю, HellRaisers могут взять спокойно 11-12 раундов в атаке. Ну, на самом-то деле, это уже будет победа на такой карте, как Мираж. Я вот очень редко видел, чтобы кто-нибудь отвечал камбэком в атаке, и беря при этом 12 раундов, 13. Да, такого, наверное, никогда не было. Ну, что же, смотрим за развитием событий. План под B пока что у HellRaisers. Тут же Кучер, тут же Маркелов. Ну, и давайте смотреть. Перетяжка пошла у Доси через Респаун. Ангел контролит центр. Ну, и довольно агрессивно на Апленте сейчас. Первые оружейные играют ESVX. Здесь Харри, Брейн просто под ямой играют. Плотную принимают ковры. Очень аккуратно смотрят коннектор. И вот он, выход на B пошел. Давайте смотреть, как здесь будут развиваться события. Спайс дает первый минус. Разменивает его Симпл. Дальше тишина. По-видимому, да, Фокинг холдит в зиге. Дает минус 2. Шикарно. Классно играет. Слышит игрока, который зашел к нему в парыч. Хотя Ангел неплохо отыгрывает. Мог дать минус 2, но его минусует. Симпл на него вся надежда. Один в три. Есть битый Харри, есть битый Айра. И можно подащить. Нет, нет, нельзя подащить. Хэдшот. Потапнуться и кое-что прочитать. Потому что у меня там есть тоже некая информация. Например, какие карты будут дальше. Хотелось бы вам сообщить. И вот какие-то еще звуки. Постоянно меня напрягают. Что за звуки? Кто стучится тебе в уши? Да ничего, забей. Ну, поехали дальше. Ребят, 3-1. Но пока что рано что-то говорить. Айра неплохо сыграла с командой только что. Хотя был момент, когда все-таки, если бы буквально один минус прошел, например, по Фокину, то, наверное, раунд выбрался командой HellRaisers. Ну и первый такой агрессивный выпад с окна. Ну, ты знаешь, сейчас нужно обязательно, однозначно вообще забирать икс в их второй раунд в защите. Для того, чтобы хоть как-то начинать налаживать свою экономику. Поскольку, ну, если ты сам понимаешь, если они сейчас раунд отдадут, то у них будет два эка. По 1,4 дастся в следующем раунде. Ну, это однозначно будет. Эка и... Ну, давайте смотреть. Ну что же, пока что, ребята, у нас абсолютно спокойно решили, по-моему, разыграть раунд HellRaisers. Очень... Нет, почему спокойно? Они быстро заняли мидл. И смотри, Маркелов находится в окнах. То есть команда HellRaisers полностью контролировала мидл. Соответственно, она контролирует все перетяжки. Знаешь, ну, в последнее время у них здесь основные проблемы возникают на этом мидле. Постоянно там, знаешь, вот те команды, которые играют агрессивно в центре, в защите, они там тушат по одному-два ашера просто каждый раунд. Я объясню, почему. То есть вообще все топ-команды, они борются за контроль мидла, поскольку это вот точка, с которой ты можешь уйти как на B, так и на A. Ты можешь дергать, разводить защиту. Это вот стратегически важный объект, можно так сказать. Это вот именно мидл на этой карте. Без контроля мидла защищаться крайне сложно. Ну, я действительно могу с тобой только согласиться. Последнее время все, что мы видели в играх топ-коллективов, это именно битва за центр. Кто его проигрывает, тот проигрывает по итогу целую каточку и целый матч. Поэтому, ну, не знаю, не знаю, почему так пока что довольно пассивно действует команда ESVX. Поэтому, возможно, у них свои были идеи на этот раунд. Возможно, как-то решили поконтрить HellRaisers. Но, вот честно, последний мираж HR мне не очень понравился. И там тоже были свои вопросы. И, конечно, команда играла не самым лучшим образом. Но пока что все спокойно. Симпл минусует кучера. И не только его, шашлычок сделал из тиммейта и врага. Ребята, достаточно спокойно после заема центра, да, разруливают вообще ситуацию. Раунд заставляют, опять же, ESVX сливать. Я думаю, что это будет не два эка, а одно. Все-таки у кого-то есть 3,6 и в следующем раунде хватит на ОВП. Ну, да, будут два фамоса. В принципе, экономика позволяет закупиться в следующем раунде. Но это уже будет отданный пятый раунд. И счет будет 5-1. И крайне неприятно в защите начинать вообще проигрывать 5-1. Ну что же, неплохой был только что минус. Ну, мы видим, что пока это эко у ESVX. И, в принципе, вряд ли они смогут зацепиться здесь за него. Вообще тяжеловато на Мираже действительно выигрывать эко-раунды. Как за атаку, так и за защиту. Ну, как бы есть варианты, но не всегда они проходят. Минус от Маркелова. Смотрим за продолжением. Но, скорее всего, это пока что очень уверенная атака от HR 5-1. Я, если честно, побольше борьбы вот рассчитывал увидеть на первой карте. Потому что, возможно, она станет ключевым моментом вообще во всей этой встрече. И дальше ESVX будет просто тяжело играть со счета 0-1. Любую карту, я тебе могу сказать, против HR. Да, если HR забирает первую карту, то, мне кажется, автоматически вообще проигрыш в матче. Поскольку дальше отыграть две карты у команды Hellraiser с команде ESVX будет крайне сложно. Ну что же, смотрим за последними секундами пятого, точнее шестого раунда. Сейчас HR, конечно же, забирают пятый раунд от себя. И пока, действительно, я думаю, все согласятся абсолютно спокойно для HR. Никакого напряга. Ну, в принципе, я думаю, все самое интересное еще впереди в этом матче. Давайте посмотрим по девайсам Simple, как будет играть сейчас с ВП. Также у него ЦЗ, полный фарш, две флешки, хае, дым. Ну, конечно, экономически сейчас HR себя прекрасно чувствует. 9-200 у Simple, 10 у Ангела. Посмотри внимательно на статистику интересную команды Hellraiser. 10-10, 2-2-2. Ну да, пока Марик и Ангел, вот он костяк команды, я бы так и назвал этих ребят. Они, конечно, сейчас работают очень серьезно. Ну, в любом случае, всегда самый главный счет, он на табло, он сверху. И, понятно, побеждает всегда команда, а не отдельно взятый игрок. Ну что, что-то интересное готовит Hellraiser. Посмотрим выход на А. Опять же, центр, смотрите, пустой, им все позволяют. Сейчас будет просто выход с трех точек на Аэро Брейна и Гарри. Ну, вообще тут просто разрыв, наверное, должен быть, если сейчас кто-то не пропрется из игроков защиты. Да, спасет только чудо или сумасшедшая стрельба, на самом деле. Поскольку плентал окружен, и команда Hellraiser будет заходить просто со всех сторон. Ну вот Фокин, смотри, он может, в принципе, сейчас спину обойти, минус Фокин, минус. Все, йо-йо-йо. Супается команда ЕСФУИКС вообще просто без всяких шансов. Ну что, вот тот миддл, о котором мы с тобой говорили буквально несколько раундов назад. Ну и это получается такая очень закрытая защита. Парни на Б вообще играют без инфы и в надежде на то, и точно так же играют парни на А. Ну это боязнь, боязнь соперника своего. То есть, ну не знаю почему, но много ребят вообще молодых, они начинают закрываться. Хотя должны играть наоборот, агрессивно, как-то активничать. Как Симпл. Да, 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 абсолютно с тобой согласен. Ну, закрываться против такой команды Hellraiser... Знаешь, ну, если кажется, в данном случае, да, вот закрытая игра классно на Инферно. Но явно не на карте Мираж, очень тяжело здесь. Здесь двумя дымами можно Аплэн закрыть, Доси хороший дает минус 2, принимает четко, Яма тоже гибнет. Нет, это седьмой спокойный раунд пока что для Ашер. Да, и я так понимаю, у них где-то по 16 тысяч экономические. Уже очень много, давайте посмотрим. 13-16, 13-14, 11, в общем-то, все замечательно, все хорошо, и пока, опять же, проблем никаких не создают. ЕСФХ в этом матче для команды Hellraiser. Ты знаешь, пока даже не видно, как ЕСФХ хотят брать хотя бы раунды. То есть, намек на то, чем они хотят удивлять, и вообще, что они будут делать в игре. Ну что же, давайте посмотрим затем, что будет дальше. Вот, наконец, агрессивные действия, сразу же минус Ангел от Брейна. Вот она борьба за центр, а подвал не контролится. Ну как так, ребята? Здесь уже слишком нагло действует Кучер, и тут же наказывают Маркелова. Вот, пожалуйста, то, что и требовалось доказать. Выиграл мидл, выиграл раунд. Выиграл раунд. Ну, пока еще не выиграл, потому что жив Симпл, жив Доси, и эти ребята могут сейчас 2 в 3 сделать очень много. Важен был только что минус от Доси с ХАЕ. Ну и по позициям на А собираются выходить ребята. Вот, правда, Доси уходит с ковров. Неужели 2 яма разыграют? Space 1 на Б, халпагаре. Айра где-то в районе под коврами. Опасный момент. Да. Будет Айра играть на звук. Соответственно, давать инфу. Проблема, что у него 34 хп. Для него это сумасшедшая проблема. Он не будет играть основного, то есть он даст инфу, и кто-то будет, по-видимому, либо с головы, либо с коннектора отвлекать, и уже после чего Айра будет действовать. Вот Симпл не чекал и был за это наказан. Точнее, не то, что не чекал, очень агрессивно выходил и не ожидал, и Айра хорошо забирает и Досю. Второй раунд для СВХ, но этого очень мало пока что. Ты знаешь, здесь можно отметить Хьюри, потому что он дал флешку, хорошую туда на яму, за счет чего вышел Айра. Ну, вообще не ожидали его там увидеть. Я назову этого парня Гарри. Гарри? Да. Грязный Гарри. Ну, не знаю, насколько грязный, но пока что вот не слишком хорошо у всей команды СВХ идет игра. 4-3-2-3-2. Очень, ну, ладно, хорошо, не будем ничего говорить. Может быть, на следующей карте у ребят получше пойдут действия. Вот сейчас, ну, это не пуш, это не агрессивные действия. Просто Айра выходит с коннектора, а с Б-плэнта вот здесь идет основной поджим. Есть хороший минус от Фокина. Минус Кучер, хедшотом его забирают. И Ангел полуживой, 50 хп с него сбили, 51. Ну, и пока в меньшинстве остаются хеллрейзер. Ангел контролирует мидл, там будет контакт сейчас с Фокином. Ну, давайте посмотрим. Нет, не было контакта. Гранатные такие действия небольшие от Ангела. Ну, и Парыч, он зигзаг прогнал. Хочу обратить твое внимание, смотри, двое каких-то выпадов, да, агрессивных действий от ESVX, и они уже как бы заключаются успехом, да? То есть, почему не играть так все время? Почему что-то не придумывать, ну, использовать вообще свою фантазию и свой какой-то скилл? Не знаю, может быть, все-таки нет, не карта команды ESVX, хотя посмотрим, что будет дальше. Может быть, просто не идет сейчас, возможно, на другую игру рассчитывали. Да, и не забываем, все-таки хеллрейзер сейчас находится, наверное, в одной из лучших своих форм. Хотя, опять же, основная форма команды, я думаю, где-то будет видна через месяц-полтора. Ну, и продолжаем просмотр матча. Хеллрейзер сплит на Аплент, минус яма, ковры выходят, Плент тоже должны сейчас забрать минус три сразу же, бесшансово. Фокин Спейз остается вдвоем, и Фокин, правда, на троне где-то пытается воевать, но должны его вычислить, ребята. Пока что нет. Симпл вычисляет Спейза в то время. Ну, и здесь, конечно, нужно либо уходить на сейв, либо просто включать режим, не знаю, дикого сатаны, просто адского, и вырубать всех на точки. Ну, это будет очень сложно. Хотя, вот посмотрите, Марик 12, Англ 49, ну нет, 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 это... Нет, Фокинг делает все абсолютно правильно, он делает сейв, поскольку раунд не берется, а приносить соперникам очередные деньги, ну... Неплохо, можно двоих забрать сейчас. И... Что ж тут такое, Досе помогает очень сильно своему тиммейту, и восьмой раунд для команды Хеллрейзерс. Ну что ж, тут, наверное, если честно, пока что попахивает разгробом, попахивает очень... Очередное эко, да. ...неприятной ситуации для команды АСФХ. Ты видишь, не могут просто ребята зацепиться, взять несколько раундов к ряду, для того, чтобы немножечко вообще улучшить свою экономику, почувствовать какую-то уверенность. Хеллрейзерс просто отдают раунд, сразу берут следующий, соответственно, один за два, поскольку всегда в такой ситуации следующий это эко. Тут можно отметить только хорошую игру ребят из Хеллрейзерс, на самом деле. Да, ребят, ну, пока что у нас заканчивается эко-раунд, небольшое такое вот объявление. Не забывайте, что у нас идет розыгрыш наушников HyperX Cloud на CSGO StarLadder TV в новости. Вы можете это все прекрасно найти, прочитать. Две пары наушников разыгрываются. По одной на, одну на Россию, одну на Украину. Ну, и опять же, все подробности есть. Вам нужно просто зайти в группу CSSL TV, либо ВКонтакте, либо на Фейсбуке. И, в принципе, вы уже участник конкурса. Ну, подробности на CSGO StarLadder TV. Продолжаем просмотр. Вот мне уже, знаешь, тяжело комментировать матч, пока команда ЕСФХ не цепляется за раунд. Понятно, сейчас им тяжело и экономически, и счет на них давит. Но все-таки как-то пробовать брать раунды парни могут. Ну, вот смотрим, Айра выходит на центр. Возможно, да, есть, хорошо, первый минус. Но вот борется за центр, и уже вот только напряги Ашера в центре, и у них уже проблемы. Да, начинает ломаться атака немножко, рушится. Я видел, как французы просто не давали дышать команде HellRaisers вот здесь вот в центре. Хотя это одна из, знаешь, таких сильнейших карт команды Ашер тоже стоит об этом не забывать. Ну, также это и одна из сильнейших карт любой из французской команды. То есть все три, так сказать, все французы, да, они классно играют в Мираж. Ой-ой-ой, хорошо сейчас играет Фокин. Маркелов так и не понял, откуда был сделан этот минус. Ковры тяжеловато здесь что-либо сделать в центре. Айра может еще один фраг. Ну, Дося как бы ангел вдвоем против пятерых. Пока что даже, мне кажется, и тут и надежды нету на выигранный раунд. Хотя парни могут потащить, но это нужно что-то невероятное делать так. У нас вот Брейн вообще у нас вот решил так поиграть. Ты знаешь, я думаю, что ребята сейчас даже не будут как-то напрягаться на то, чтобы потащить этот раунд. Им проще сделать несколько минусов, отдать его и взять следующий, так как они делали всю половину. Поскольку, опять же, следующий будет эко. Ну, в плане игры, конечно, для команды HellRaisers, которая впереди по счету, нужно было, конечно, напрягаться и забрать еще раунд. Они деньги прекрасно считают. Они понимали, что взяли пани 10, они бы взяли и 11, как эко команда S4X. Но смотрим, Дося дает минус. Ну и, в принципе, забирают ангелы. Дося остается один. Тут нужно, опять же, творить мувики чудеса. Шансов нет. 9-3. Ну, как-то вот с горем пополам что-то набирают ей S4X. Но нужно, конечно, 9-6, а там пистолетка 9-9 и... Четвертый. И просто дикая атака. Нет, это очень сложно. Это нереально. Нет, все реально. Почему? Возможно, не в этом матче, да. Но вообще... В общем, я с тобой соглашусь, что реально. Вот как я недавно матч комментировал, то, о пропертии против Эпсилонов, когда Эмилио там подключал, но тогда его ВАГ не поймал. А вот на следующий день он его поймал. А я не понимал, как это та команда, которая проиграла уже полторы карты, потом просто невероятным образом начинает давать камбэк и на последний просто убивать своих соперников. Я с Эмилио вообще познакомился здесь, на Асусе, у нас в Киев-Киберспорт-арене. И этот парень очень много машнил. Говорил, что вот там через три ряда какая-то команда из города Зеленоград видят наши мониторы. Я тоже помню. На самом деле, ну, такая вот, такое прошлое, скандальное немного. Были и случаи, как говорится. А тут еще и, на самом деле, он еще и машнит. Ну, не знаю, в нашем СНГ-коммунити ему было бы очень тяжело. Вот поверьте мне. Очередной раунд на Аплент интересный. Разыгрывается Хелл Рейзерс. Три дыма, четыре дыма. Посмотрите, дым в ответ обошел в яму. Очень неплохие флешки. Ангел один спиней. Ну, и здесь четвером атакует команда Хелл Рейзерс. Айра пытается смотреть коннектор. В это время уже забирает кучера. Дося разменивает. Ну, и такая вот вторым темпом пошла атака Хелл Рейзерс. И абсолютно им все здесь позволяют сделать. Хотя что ты тут сделаешь после такой раскидки, когда у тебя нет хелпы? Неплохо. Не оставляет шансов. Ну, вот видишь то, о чем мы и говорили. Опять раунд берут, следующий проигрывают. Эко. Пока чувствуются разрывы в защите у ЕСФХ. Действительно, вот разрывы. Защита должна быть как единый такой организм, который там вот налево, направо. Как-то вот всегда есть хелпа. Балансированный. Да, всегда есть хелпующий игрок, который, если что, поможет численным преимуществам. Ну, не знаю, не знаю. Давайте смотреть за продолжением. Вот когда агрессивно играет команда ЕСФХ, у них все получается. Вот сейчас очередной эко-раунд. Размен подбирают АКМ. Кучер Симпл под Б. Маркелов аккуратно в центре. Ну, вот посмотри. Вот когда они бегают, летают по карте кучей, просто стреляют, у них могут получаться раунды. Да, могут получаться, но я хочу добавить следующее, что вот Хеллрайзер Сторг тоже могут со временем привыкнуть к этим аркадам и контролировать их без шансов. Конечно, конечно. Я не говорю о том, что Аширы вообще не умеют играть в Мираж или не умеют играть в Мираж. Мы уже говорили, что одна из самых сильных карт. Но просто есть методы борьбы с этой командой и, конечно... Ну, с любой командой есть свои методы. Нет, конечно, это да. Ну что, на Б очень неплохо. Вот смотри, вот просто эко-раунд. Эко-раунд. Сыграли агрессивно, сыграли не по позициям, не сидя в плентах и сделали минус 4 и был шанс вообще выиграть раунд. Ну, в общем, пока 11-3 на табло. И, в принципе, то, о чем мы и говорили в начале этой половины, что счет... Ну, вот и СВХ зацепится где-то за 3-4 раунда. Ну, давайте посмотреть последний раунд. С ВП продолжает играть Симпл. Ну и, в принципе, дефолт сейчас разыгрывает свою команду Hellraiser. Миддл раскидывает Доси, Англ с Симплом его занимают. Айра пытается действовать там агрессивно, но просто его принимает сейчас. Не успел он включить Симпла. Одного здесь мало. Айра, который вот так врывается. Хороший минус от Маркелова. Ну и вот уже проблемы серьезные. Да, занимает команда Hellraiser Смит. Выигрывает просто каждый свой дуэль, да. И, в принципе... Ну, сейчас миддл по одному отдался. Да, да, да. Ну и довольно грустное завершение первой половины для ESVX. 12-3. Очень жестко, очень быстро. Ну и, наверное, мало шансов было у ESVX по ходу первой половины. Ребят, ну, также стоит напомнить, что на OneGame-то проходит также акция сейчас. И эта акция довольно интересная. Есть такой промокод OneGame, нижнее подчеркивание, ESVC. Если вы сделаете заказ на сайте OneGame, то вы получите 20% скидку на сервера по Counter-Strike Global Offensive. Поэтому, опять же, читайте подробности нашей акции. И не забывайте обо всем вообще, что происходит на сайте CSGO StarLadder TV, в наших социалках, ВКонтакте и на Фейсбуке. Нажми ТАФ на карту. По-моему, вот команда HellRaisers очень хорошо знает пистолетный раунд своего оппонента. Да, это засада 4A плент, один ангел на B планте. Это контракт. Просто контракт команды HR. Марика разменяли. Тут могли игроки защиты на самом-то деле не позволить это сделать. Симпл в ответ дает минус. Ну нет, бомба падает от кучера. Ё-й-й-й-й-й-й. Ося просто увольняет одного парня в коврах и минус от симпла. Жирная точка раунда. Ты знаешь, я думаю, это жирная точка в матче. Вообще. Ну, в первой встрече, так сказать, на первой карте. Поскольку, ну, мне кажется, HellRaisers просто знали, что будет делать их оппонент. Ну, тут явно налицо просто прочитанная ситуация. Хотя, знаешь, ну, тут не так много таких всяких диких раундов интересных на карте Мираж. Ну, смотри, ребята дали полностью мидл. То есть, один парень. В данном случае, да, конечно, это была полная контра. Ребята полностью знали из HellRaisers, что делать. Фокин неплохой минус в окне. А, привет! Кто ж тут боком-то ухом своем раскинул? Маркелов исправляет ситуацию. Остается один Фокин. Ну, нормально. Повезло сейчас. Ашера, Марик 9. Могли его забрать. Опа, привет и здравствуй, кучерок. Но нет, Ангел не позволяет Фокину разгугляться в этом эпизоде. И очередной раунд для команды HellRaisers. И как-то пока они действительно очень мощно выглядят. Но, на самом деле, я думаю, завтра у нас здесь на чемпионате на российско-украинской, украинско-российской квалификации и СВЦ будет очень жарко. Жарко. Ты знаешь, я вообще с нетерпением жду матча между DAT Team и HellRaisers. Поскольку мне очень понравилось, как сегодня выглядели DAT Team именно. Я, к сожалению, не смотрел. Первый матч я наблюдаю так полностью за командой HellRaisers. Да и, в принципе, я и так знаю, что они в хорошей форме. Ребята тренируются и они мотивированы. А вот то, как DAT Team мы смогли буквально за неделю, за полторы построить свою игру, достаточно... Ну, как бы меня это немножечко так восхитило даже. Ну что же, смотрим, что придумают сейчас ESFX. Пока что HellRaisers играют первый раунд на девайсах абсолютно спокойно. Вот Фокин наказал сейчас Ангела. Ангел не очень хорошо прочекал позицию. Минус от Кучера. Выход на B. Кучера могли поймать 9 хп. Заберут, скорее всего, Кучера очень быстро. Так и есть. Ну и вот тут можно браться за раунд ребятам из ESFX. Очень нужный для них раунд. Не берут. Это, наверное, уже ГГ. Беда, печаль. Ух ты. Симпл не отпустит, наверное, такой эпизод. Хотя флешка. Неплохо сыграл сейчас Брэйн. Коннектор Маркелов тоже досталось ему. Ну и, в принципе, наверное, можно никуда не идти. Абсолютно правильное решение от HellRaisers. Нет никакого смысла выбивать плент меньше на больше. То есть гораздо проще засейвить девайсы и закупиться в следующем раунде. А вот теперь можно и попробовать взять. Там, по-моему, не так много времени остается. Если диффузы нет, все, перекрываю Досю. Брэйн делает свое дело. Ну и давайте смотреть. Да, Марик сейвится. Симпл тоже не пойдет. Зарвется ли игроки. Нет, не взрываются. Игроки ESFX. Но раунд-то сделан. Раунд взят. Хорош? Да. Ну вот, честно, я не верю в еще... Ой, 10, 11, 12 раундов подряд. Против таких HellRaisers точно нет. Вот мое мнение. Ладно, посмотрим, конечно, что будет происходить на следующей карте. Какой, я пока не могу сказать. Ребята, ну вот после игры точно вам скажу. Когда я смогу сделать небольшой альтап после первой карты. Ну и давайте посмотреть. Давайте смотреть за то, как зацепятся за эту игру ESFX. И вообще будут ли они цепляться, будут ли они что-то пробовать делать. Агрессивный снова раунд. Разыгрывает команда Ашер. Там через окно Ангел вместе с Маркеловым. Здесь бы легко подловили кучера на поджиме с B. А вот если бы не подловили, то, наверное, очень быстро бы тогда HellRaisers смогли взять раунд. Ну, у них два пистолета в данный момент. Но все же уже было преимущество. Да, и зря кучерок, мне кажется, поджимал. Неплохо Аэро нашел только что коннектор. Ну, через коннектор ступеньки. И у нас идет стяжка от ESFX. Ребята, посмотрите, что вытворяют. Массово перекидывают всю команду на левый фланг, так называемую точку A. Но там есть DOSI с Маркеловым. Ангел контролит, по идее, центр. Поэтому тяжеловато будет обмануть, как говорится, своих оппонентов. Да, здесь не самые лучшие девайсы у некоторых персонажей, но, в общем-то, есть... Нет, подождите, Марик и DOSI. Ты знаешь, сейчас, мне кажется, HellRaisers должны начинать понимать, что на B уже точно не будет выхода. И как-то стягиваться к Апленту. Вот Марик сейчас далековато, а DOSI нет, уже подошел. Смотрим. И какой тайминг для DOSI, просто неудача. Но исправляет немножечко ситуацию Маркелов, потом моментально получает в голову. Ну и раунд сделан почти, что ребятами из команды ESVX. Вот сейчас нельзя было погибать ESVX. Симпл может же потушить всех. Посмотрите, что он вытворяет. И уже двое против одного игроки. А Шер могут забрать раунд. На первом ящике находится соперник. По-моему, не видели Брейна пока что. Ну, нет, видели. По-моему, видели все-таки. Так как уверена контроля, была уверенная инфа. Но здесь... Кирилл забирает его с пистолета. В общем, берет 15-й раунд для своей команды. Это ничейка. Ну и один из матч-поинтов. Ну, ключевой все-таки фраг был от Симпла по игроку в респауне, мне кажется. Да, ты знаешь, это однозначно ошибка команды ESVX. Я, так сказать, всегда всем игрокам, которые играют в Агейминг, еще где-то, я советую не стреляться с контрами, пока контры не начнут в такой ситуации дефузить бомбу. То есть зачем давать им шанс убить тебя? И время работает на тебя в данной ситуации. Зачем? Да, причем это была ситуация, там не 4 на 4, там не 5 на 5, а очень мало игроков оставалось на карте 2 в 2 и 2 в 3 точнее. Можно было немножечко подождать и чуть попассивнее сыграть. Ну что же, последний, возможно, раунд на первой карте. Очень уверенно играют Hellraiser. Очень плохая закупочка сейчас. У команды ESVX в атаке, у них есть два АКМа и, в принципе, все. ЦЗ и Дигл. Ангел контролит центр, видел Фокина только что, немножечко его нашил, но, в общем-то, пока что все живы. Минус от Маркелова. О, хороший был только что Дигл, но ненадолго сразу же размена. Опять есть вся информация у Hellraiser, все они принимают легко, минус от Ангела, да и... Конечно, если честно, не тот матч, который я хотел посмотреть, но... Будем надеяться на вторую карту, возможно, там будет борьба. Да, ну, хотя я, как мы уже с тобой говорили, что если эту карту выиграют Hellraiser, то даже не знаю, что будет на второй. Хотя фанаты команды HR должны быть действительно довольны. Команда играет сейчас хорошо и не совершает каких-то массовых ошибок. Спокойно, причем это еще, я бы сказал, это первая передача только. Могут, если что, ускориться ребята из Hellraiser. Ну и давайте посмотрим, будет ли финальная точка, либо все-таки еще один раунд возьмет. Сейчас игрок команды ESVX один в один против Кучера остается, ну и бомба. По-моему, она... Нет, в руках. Ну что, покажет Гарри, насколько он грязный или нет? До себя ВП. В руках. Этого игрока. Ну, надеялся, что соперник рядом, возможно, сможет подловить, но в это время Кучер вообще далековато. Уходит в респаун. Ну и не знаю, знает ли об этом Кучер, но, скорее всего, подозревает. Скорее всего, подозревает. Ну, он сейчас должен посмотреть просто, как стоит плент, и уже после... Да, плент стоит как на респ, так и на яму, но думаю, да, что Кучер понимает, что его оппонент на респауне. Ох, хороший минус, и это еще не конец, но, опять же, вы понимаете, насколько непростая, насколько тяжелая ситуация. Для USVX 10 раундов подряд, играя в атаке против HellRaisers, это все равно очень-очень тяжело. Что вытворяет Ангел? А Кучерку совсем чуть-чуть-то не хватило. Он поставил первой пулей, дал в голову своему оппоненту. 10 кп осталось у Гарри. То есть он очень-очень был близок к тому, чтобы взять этот раунд и закончить, так сказать. Ну, давайте за капитаном Ашер посмотрим, он единственный, кто сейчас закупил девайс, и вот, возможно, что-то получится сейчас. И закончить этот раунд даже с одним М4А1С. Хотя есть и Зашка у Маркелова. И яма уже заходит, Марик, ребят. Но тут могут быть проблемы, уже есть инфа, уже должна идти стяжка под Б командой HellRaisers. Они сейчас очень неплохо зачитали ситуацию, точнее, за счет действий агрессивных от Маркелова. Теперь уже вся команда готова принимать аркаду B, смотреть Парыч, Зик. И вот самое главное, конечно, не забыть про Марика, потому что он уже наступает на пятки своим оппонентам. Марик все чекает. Хотя вот сейчас, наверное, стоило побыстрее уже побежать Маркелову, потому что уже близки-близки к точке. Два ковры, трое, Зик. Там еще Плент, Брейн чекал дом, и уже все почти пять игроков на точке B нужно быстрее сыграть. Уже выйдут все. Маркелов, наверное, будет поздний. К сожалению, наверное, уже не стоит за ним смотреть. Минус один, минус два. Есть минус от Маркелова, подождите. Есть минус от Симпла. А, еще минус, и все будет хорошо. Может, да, может. Хорош, Марик, есть девайс. Вот тут уже проблема есть с VX, и уже двое против одного. Дос еще забирает фокинга в мидле. Ну, посыпались, посыпались после того, как зашли вообще на B-плент. Как-то рассыпались, не законтролили точки. Ну, не знаю, не собрано, в общем. Неужели не видели бомбы? Бомба установлена. Маркелов летит через парыч, Доси через кухню. И очень тяжелая позиция, конечно же, у игрока есть VX. Очень непростая. Есть инфа. Выйти убить не получится. А вот сейчас можно брать. Можно брать раунд. Маркелов решил просто на вскидку стрелять. Сейчас мог прицелиться. Была у него секунда на это, но побоялся, решил на реакцию стрелять. Конечно же, тяжеловатый эпизод. Нашивает Марик. Нет, 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 это еще не конец. Еще один раунд. Копилку ESVX. Ну что, верится тебе? Борится. Нет, не верится, если честно. Равно не верится, да? Абсолютно. Ну, это был раунд с одной М-кой в исполнении команды Hellraiser, которую покупал капитан команды. Ну и теперь, конечно же, придется еще раз слить парням, но и дальше попытаться взять. Возможно, тот самый последний раунд. Может быть, и сейчас-то пройдет все-таки ЦЗшки. Я их просто боюсь. Это какое-то смертельное оружие в CS GO. Я думаю, все точно закончится, когда у Симпла появится ООП. Возможно, ты прав. Хотя, знаешь, можно и Симпла ломать. Мы это видели. И побеждать. Но готовы ли на это и готовы ли к этому ESVX? Будет ли Айро так его перестреливать? И вообще экономически пока все равно им тяжеловато. Денег постоянно ноль. Ну, уже экономики команды ESVX может и не думать, по сути, по ходу этой встречи. Потому что не раунд, и все. ГГБ-б. А про чек или кучера. И выход снова сплит на АБ-плент. Но здесь должны брать игроки Атайки и брать уже седьмой. Коля. Да. Ты по-прежнему не веришь в ESVX? Однозначно. Я не поменяю, не изменю своего мнения здесь. Я тебе говорю, сейчас будет АВП и все. Все закончится. Ну, смотрим. Кто же даст симплу АВП? Не хотят делить. АВП должен давать. Да, Досе дает. Я, кстати, так и думал, что даст его Досе, поскольку на ЭК у него было больше всего денег. И исходя из вообще любых логических размышлений, должен был давать АВП именно он. Ну, а ESVX продолжает играть каждый раунд, как последний в этом матче. Действительно, так и есть. Отдай его. Первая карта сделана командой HellRaisers. Ну, а мы продолжаем просмотр. Агрессивно пытаются действовать HR. Подсадка симпла. Ой-ой-ой, какой неплохой чек. Ну, а там все готовы к сплиту на точку А. Здесь уже готовится молотов между ящиками. Скорее всего, пойдет... Ой, извиняюсь. Нет? Не попадает под ковры. Хорошо. Небольшой чек от Брейна. Ну и смотрим за выходом. Дося принимает. Первый минус пришел. Уже хелпа стянулась. ХАЕ пошел на ковры. Маркелов минус два. Да что ж такое-то. Вот Фокин, Спейс, цепляются Ангел. Неплохо. Кучер на хелпе, но Ангел всех потушил. Не успел даже переключить автодиректор. Ты знаешь, вот даже симпла АВП здесь не успела поработать. Ребята просто приняли спокойно, стабильно приняли Аплэнд. Да. Ну, ребят, также напоминаю вам, что сейчас у нас будет небольшой перерыв. Но перед этим стоит напомнить вам о розыгрыше HyperX Cloud, этих наушников замечательных. Есть более подробная информация на сайте, конечно же, CSGO StarLadder TV. Но в двух словах вы делаете просто подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, либо на группу в Фейсбуке. Ну, и вы уже автоматически становитесь участником розыгрыша. Ну, и разыгрываются одни наушники на Россию, вторые наушники на Украину. По картам, то, что я вам обещал сказать, но не сделал. Вторая карта DAS 2, третья карта Inferno, если понадобится в этом матче. Ну, а также стоит напомнить вам, есть ли какие-то параллельные результаты. Потому что я вот видел, что параллельно идет вот так же игра. Ну, и вот сейчас я вам точно скажу, TB против Faces, там карт Mirage, Cash и Cobble, если понадобится, Cobble Stone. Ну, вроде бы, там только первая, либо вот она должна была закончиться сейчас, первая карта, либо вот-вот это произойдет. Ну, вот как там репортаж? Ты знаешь, в репортаже пока нету никакой информации о том, как играют ребята. Следующий матч, ребят, следующий матч у нас будет сыгран, как я понимаю, в 19.00 по центральноевропейскому времени. Это будет матч команды Агейминг. Как раз... С победителем пары? По-видимому, это будет команда, проигравшая... В первом туре. АЦГ, что ли? АЦГ или НОП? Да. Ну, также полное расписание, опять же, на CSGO, StarLadder TV, все сетки, вся информация также есть у вас и периодически проскакивает на экране у нас трансляции. Так, ребят, ну что же, я думаю, мы сейчас уйдем на короткий перерыв вместе с Вейсом, подготовимся ко второй карте The Dust 2, ну и пожелаем удачи командам, если честно, все-таки мы хотим увидеть борьбу, хороший CSGO, но не пошла игра ЕСВХ на Мираже, может быть, они зацепятся на втором дасте, и может быть, это их карта, потому что я не знаю, какую карту пикал, скорее всего, это именно ЕСВХ выбор. Ну, ты знаешь, я думаю, что, наоборот, HellRaisers выбрали Даст 2. Вообще, это две карты, наверное, одни из самых удобных карт для команды HellRaisers, вот кроме кэша, да, если не брать кэш? Не знаю, мне, наоборот, в последнее время очень нравится кэш команды HellRaisers, потому что они выиграли три подряд против НИПа, против Эпсилана. Да, я за это поговорю, что это вот одна из лучших еще карт, но я на сто процентов уверен, что ЕСВХ об этом знает и ее черкнули, да, а вот выбор здесь, смотри, я просто, мы с Юрой комментировали отборочные, да, ЕСВЦ, то есть все, и команда ЕСВХ конкретно все время черкала себе Мираж, то есть я думаю, что это более карта, которая была, ну, выбрана, точнее, ЕСВХ, да, а Даст 2 это выбор HellRaisers. Так, ну, в принципе, пока что все, ребята, уходим на короткую паузу, скоро к вам вернемся, далеко не убегайте, не знаю, забегите к холодильнику, к чему-нибудь, к чайок, бутер, бутеры, ну и да, и возвращайтесь к нам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok